В Октябрьском районе полицейские спасли женщину, которая заблудилась на болоте. Жительница деревни Лебедка позвонила в дежурную часть и сообщила, что не может найти дорогу домой из-за своего психического состояния. На поиски отправилось 10 сотрудников полиции, которые получали от женщины периодические звонки с новыми ориентирами. Поиски были осложнены отсутствием конкретной информации о ее местонахождении. Сотрудники МЧС также присоединились к поисковой операции. После нескольких часов поисков местная жительница услышала крики полицейских и была найдена на болотной кочке, окруженной водой. Она была промокшей и замерзшей. Ее доставили в больницу. Пять большегрузов увязли в грязи в Чесминском районе. Машины ехали в Казахстан через нашу область и застряли на участке дороги, которую размыло от снега с дождем. На помощь дальнобойщикам пришли эти полицейские. Освобождение из дорожного плена заняло около четырех часов. Все это время сотрудники ГИБДД находились рядом, оказывая посильную помощь. Водителей, застрявших в фур, полицейские напоили горячим чаем. В поселке Локомотивный онкобольной пенсионер-инвалид переломал кости и остался без помощи. Его родственники живут далеко и не знали, что с ним случилось. А у соцработника не было ключей от квартиры. Мимо апартаментов инвалида, что на улице Советской, проходил человек. Он-то и вызвал сотрудников экстренной службы. В присутствии сотрудников полиции при помощи слесарного инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру пострадавшего. Не повредив замок, спасатели открыли входную дверь, обнаружили мужчину на полу в коридоре почти в бессознательном состоянии. Его переложили на диван и передали для оказания дальнейшей помощи бригаде скорой. В мясе одинокая женщина чуть не погибла в собственной квартире. Долгое время она не отвечала на звонки и не реагировала на стук в двери. На помощь пришли спасатели. Они проникли в квартиру дамы через окно. Пострадавшая была обнаружена на кухне, лежала на полу в тяжелом состоянии и не могла говорить. Женщине оказали первую помощь и при поддержке добровольных помощников на носилках эвакуировали в карету скорой помощи.